Здравствуйте, братья и сестры! Продолжаем читать книгу церковного проповедника. В каждой библейской книге есть цитаты, любимые для человека, читающего её. Один замечает одно, другое, другое, потому что вода имеет свойство принимать форму наполняемого сосуда. Насколько узко или широко в вашем сердце, на что похоже ваше сердце, на пиалу, на кувшин, на бесформенное нечто, не знаю на что. От этого живая вода, входя в человека, принимает эту форму, и вы запоминаете то, что вам запомнилось. Много красивого есть в этой книге, но я сегодня хотел бы несколько, как бы, остановить внимание на некоторых выражениях, которые мне понравились, и, может быть, понравятся и вам. Вот, например, первое. «Всё соделал он, то есть Бог, прекрасным в своё время и вложил мир в сердце их, то есть людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». То есть экклезиаст напряг свой разум для того, чтобы вникнуть во всё, и признаётся со смирением, что не может человек до конца постигнуть дел, которые Бог делает, и что Бог, однако же, сделал весь мир прекрасным и вложил мир в сердце человека. В некоторых переводах это слово «мир» заменено, вложил целость, то есть желание достичь цельного, всеобъемлющего знания. Вот это, мне кажется, очень важно. Действительно, если почитать несколько библейских, сравнить переводов или почитать толкование, то оно так, допустим, говорят в еврейском подлиннике, в английском языке так переведено, значит, желание целостности вложил Бог в сердце человека. То есть разрозненные знания, они не удовлетворяют человека. Человеку нужно цельное знание, целое знание. Почему, например, в Евангелии говорится, что толку человеку, если он приобретёт мир весь, а душе свою повредит? А так можно подумать, а кто это желает мир весь приобрести? У нас нет такой наглости ни у кого. Кто из нас хочет весь мир приобрести? О, братья и сестры, хочет, на самом деле, хочет. Потому что человеческое сердце необъятно. Оно настолько глубоко, что мир для человеческого сердца – это капищинка. Человеку легко проглотить мир и не заметить на самом деле. Просто мы, может, не знаем глубины своего сердца. На самом деле, да. Ихрис, дьявол, искушая Господа, в пустыне показал ему весь мир, все царства мира в мгновение ока. Человеку человеческое сердце очень глубоко, и оно хочет знать всё. Оно хочет целостно охватить всё, что Господь создал, и всё понять. Это тяжёлое занятие дал Бог нам человеческим, чтобы они упражнялись в нём. И вот всё это как бы хочется и невозможно. А путь как бы настоящий в том, чтобы человек познал владыку мира, и тогда, когда он будет близок с Богом, создавшим мир, тогда всё это будет ваше. Так говорит апостол Павел, что всё ваше, и временное, и вечное, и глубина, и широта, и долгота, и небо, и земля, ангелы, всё ваше. Потому что всё это Христово, а Христос ваш. А вы Христовы. То есть познать Бога, а затем в Боге познать и всё остальное. Или вот ещё какие-то интересные слова. Девятая глава. «На всё это я обратил в сердце моё для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всём, что перед ним». Интересно. Как это человек не знает ни любви, ни ненависти? Можем мы найти хотя бы одного человека, который не знал в жизни своей ни любви, ни ненависти? Не любил и не ненавидел. То есть не дрожал от гнева, не хватался за какой-нибудь предмет, чтобы бросить его во врага, не желал кому-нибудь зла там в сердцах, не белый по комнате, как тигр в клетке. Или наоборот, не таял от любви, не мог заснуть без любимого предмета, без объекта своего вожделения. Не писал писем, ну, в общем, не истаивал от голода, когда влюблялся. Но есть ли такие люди? Нету таких людей. Так о чём же говорит Экклезиас, что человек ни любви, ни ненависти не знает во всём том, что перед ним? Вот толкователи считают, и мне это мысль очень близка, что речь идет о следующем, что человек, обладая им любовью, обладая им ненавистью, то есть он чувствует на себе действие любви, но не понять любовь, не понять ненависть он не может. То есть слишком большая тайна, и то, и другое. И там говорится в Писании, там уже в «Песне-песне» говорится, что крепка, как смерть, любовь. Та же любовь, то есть совершенно тайное состояние. То есть можно терпеть её действия над собой, можно попасть в её цепкие лапы, там, любви или смерти, но и то, и другое тайна, до конца понятия невозможно. И человек не знает природы ненависти, не знает природы любви. Он как бы не постигает глубину этих состояний, хотя и то, и другое может жизни в разной степени переживать. Вот так считают те, кто провёл свою жизнь над размышлением, над строками Писания. И мне нравится то, что они говорят. Я считаю, что они в этом смысле правы. Или вот ещё. Одиннадцатая глава. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его». О чём говорится? Опять-таки, один говорит, это говорится о том, что человек как бы ловит рыбу, на хлеб ловит, на макуху, и вот он наживку бросает в воду, отпускает хлеб по водам, а потом находит его в виде рыбы, которая поймалась на наживку. А другие говорят, нет. Это говорится о тех, кто предпринимает путешествия по воде с целью прибыли и наживы. То есть наряжает корабли, плывёт по водам, доверяет свою жизнь такой нетвёрдой стихии, этим опасным волнам, ради того, чтобы заработать лишнюю копейку. И плывёт, и возвращается. И если он смел, предприимчив, если он не боится опасности, тогда он заработает. Такое толкование появилось уже в те времена, когда евреи стали активно торговать, зарабатывать и полюбили деньги больше, чем душу. А некоторые говорят, что это говорится о милостыне, о том, что человек должен отпускать от себя всё, что есть у него, потому что со временем оно же придёт к нему только умножившееся, как будто в банке Божьем полежавшее, оно прибавит к себе проценты, нарастит на себе, на этих костях нарастится мясо, и потом придёт к тебе опять-таки как бы от Бога, и ты не потеряешь никогда то, что ты дал. То, что ты дал, то твоё, а то, что ты взял, это как бы не твоё. Ну, то есть, и нужно приобрести здравый, ясный слух на слово «дай». Потому что есть люди, которые слово «дай» не слышат. Они слышат только слово «на». Тут же сразу у них обостряется слух, сразу ушки-то поворачиваются так, в разные стороны, и они загораются глазками, где что. Это плохо, братья и сестры. На основании этого можно сильно ошибиться. Потому что вот нам на улицах рекламки всякие раздают, часто смотришь, такие, вот и сектанты, например, раздают всякие книжечки всякие. Вот люди берут, если деньги не просят, как бы а что-нибудь дают. Люди хватают. Всё давайте, давайте ещё давайте, это давайте. И знаете, как можно легко душу погубить, когда ты берёшь всё, что дают, как бы и слово «на» слышишь, а слово «дай» не слышишь. Писание говорит нам, что мы хлеб свой отпускали по водам. Он, по всей видимости, как бы пропадает, хлеб в воде. Ну, размокает и тонет. Или склёвывается рыбами. Как бы нет его вроде бы. На самом деле он остаётся. Вот он придёт к тебе. Согласно многим книгам Священного Писания, в частности, притчи Соломоновых или Экклезиастов, во время голода, во время беды, во время жестоких испытаний, кто выживает. Говорит, грешник погибает, а вместо, вернее, праведник остаётся жив, а вместо его отдаётся нечестивый. Или праведник от лоба убегнет, а вместо него попадают, значит, руки беды. Там такое-то и такое-то. Значит, вот когда наступает такое трясение земли и распадание по швам привычной картины мира, тогда спасётся тот, кто вовремя отправил свои богатства по водам к богу в банк, кто разжимал свою руку, а не только разжимал её, и отпускал от себя то, что было у него и было с ним. То есть вот сам принцип, мне кажется, очень важен. Прочесть какое-нибудь слово и задержать его в себе, и походить с ним, и пожевать его, вот так и так подумать о нём, повернуть его перед собой на разные-разные стороны, как будто бы вы оцениваете драгоценный камень и на солнце смотрите его огранку. А потом этим словом поделиться с кем-то. А ты слышал, написано вот такое. Как ты думаешь, это что значит? Он тоже подумает, скажет, я думаю, это вот так, а я думаю так. И вот, знаете, когда двое или трое, древние говорили, сидят вместе, и слова закона обсуждаются ими, то слава Божия незримо пребывает между ними. Так говорили древние. Когда Господь пришёл в мир, то он сказал, что там, где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них. То есть вот очень важно, читая Писание, удерживать его в себе, как бы как пищу, которая должна раствориться и войти в нашу плоть и кровь. И не сразу думать, что я всё понял, а подержать его в себе, подержать его подольше, чтобы оно действительно растворилось и впиталось в тебя. А потом поделиться этим словом с кем-то и услыхать слово взаимное. Это есть обогащение людей. Когда есть такие люди, ведущие диалоги подобного рода, то можете считать, что Антихрист ещё долго не придёт, потому что нет ему места в мире, где люди занимаются таким священным предметом. А когда нет таких людей, тогда исполняются слова псалмов. Суетная глагола каждой ко искреннему своему. «Спасимя Господи, я к оскуде преподобный, умалишься истинно от сынов человеческих». Поэтому мы сами читаем Писание, по кусочку, по маленечку отщипываем, как в голодные годы, чтобы несварения не получить, по маленькому кусочку священных слов, чтобы это всё растворилось в нас, впиталось в нас, и чтобы мы могли друг с другом об этом говорить. Ну, сегодня опять-таки до свидания, а в следующий раз, даст Бог, ещё немножко поговорим про книгу «Экклезиаст». До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok